Сколько заплатим, столько получим. Теперь «Газпром» поставляет в Украину только оплаченные объемы газа. Вместе с этим заявлением на сайте российского гиганта сегодня появилось еще одно сообщение. «Газпром» обратился с иском в стокгольмский арбитраж. У Украины пытаются отсудить 4,5 миллиарда долга. Ответ не заставил себя ждать. «Нафтогаз» подал встречный иск. Компания требует установления справедливой и рынковой цены на газ, который «Ватгазпром» поставит в Украину. В позове также находится требование стягнуть с «Ватгазпром» предплату за газ, который российский монополист поставляет «Нак» «Нафтогаз» Украины с 2010 года. Политологи и экономисты сходятся во мнении – новый виток газовой войны не выгоден никому. От перекрытия трубы и последующих судебных разбирателей с российской стороны пострадает не меньше, чем украинская. Наше государство является главным потребителем российского газа. Как это сегодня ни странно звучит, но вот в контексте санкций Запада в отношении Российской Федерации, экономических прежде всего, которые связаны, как мы знаем, и с Крымом, и с ситуацией в Восточной Украине, самый сильный удар к санкции – это, по сути дела, отказ Украины покупать газ у «Газпрома». Подземные газохранилища заполнены. Внутренних резервов в Украине хватит до осени. Что потом – большой вопрос, но варианты есть. Украина добывает собственный газ. Немного, но этих объемов вполне хватит, чтобы на постоянной основе обеспечить потребности населения. Государство, на мой взгляд, должно беспокоиться и проводить свою политику только по газу, который идет на потребление населения. Что касается бизнеса, который может спокойно налаживать свои прямые связи, выходить на мировой рынок, внешний рынок и закупать газ. Тем не менее, отказ от российского газа и переход на самообеспечение негативно скажется на украинской экономике. Впоследствии это может привести к закрытию некоторых предприятий, сокращению рабочих мест и дополнительных мерах экономии. Но главный козырь в этой войне все же в руках Украины. Через трубу, которая проходит по территории нашей страны, в Европу идет больше половины российского газа. В Минэнерго заявили, что перекрывать вентиль пока не собираются. Пока. И очень рассчитывают на реверсные поставки газа из Словакии. Вадим Шпаченко, Эдуард Шандерович, Первый городской.